Уволенных заместителей министра обороны не будут переназначать, источник. Уволенные сегодня заместители министра обороны не будут переназначены. Ожидаются новые кадровые назначения, об этом РБК Украина сообщил информированный источник. Один из источников издания в правительстве обратил внимание на то, что в списке уволенных – не все замминистры. В частности, в нем нет первого заместителя министра обороны Александра Павлюка, это, по словам собеседника, тоже указывает на то, что сегодняшние увольнения – это не просто формальная процедура, за которой следует переназначение их на должность. По данным еще одного источника издания, в ближайшее время будут новые кадровые назначения в Минобороны. Увольнение заместителей главы Минобороны. Напомним, что сегодня правительство решило уволить почти всех заместителей министра обороны Украины. Речь идет о Владимире Гаврилове, Ростиславе Замлинском, Анне Моляр, Денисе Шарапове. При этом первый замминистра обороны Александр Павлюк остался в должности. Кроме того, с должности заместителя министра обороны по вопросам европейской интеграции уволен Андрей Шевченко. А Виталий Денега – с должности заместителя министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации. Также Константин Ващенко был уволен с должности государственного секретаря Минобороны, что этому предшествовало. Отметим, что 5 сентября Верховная Рада уволила Алексея Резнякова с должности министра обороны. Ему на смену пришел бывший глава фонда госимущества Рустем Умеров. До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении заменить министра обороны Украины, ведь министерство нуждается в новых подходах и других форматах взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом. Добавим, что отставки Резнякова предшествовали скандалы из-за закупок для украинской армии. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК Украина в Телеграм.